Какая ситуация на временно оккупированных территориях? Что происходит? Видны ли изменения и настроения оккупантов? Давайте это все будем обсуждать с нашим следующим гостем. Иван Федоров, городской глава Мелитополя, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Да, приветствую вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что сейчас происходит в Мелитополе, какая обстановка и можем ли мы наблюдать изменения настроения и характер поведения оккупантов в городе? Продолжается. Сегодня, в субботу, подводя итоги недели уходящей, можем говорить о том, что эта неделя ознаменована не только тем, что враг теряет свою военную мощь при фронтовых территориях Запорожской линии фронта, но и максимально в тыловых городах, которыми он ранее таковыми считал. Мелитополь, Гимническ, Бердянск. Буквально несколько часов назад массово были взрывы и в Михайловке, которая находится буквально в 25 километрах от города Мелитополя. Вчера это были взрывы в 5 километрах от города Мелитополя. Позавчера в Гимническе и за эту неделю в Гимническе в целом было уничтожено как минимум 3 базы, на которых размещались как вражеские вооруженные силы, так и их техника и боеприпасы. В начале недели был ликвидирован один из складов боеприпасов, который детонировал несколько дней. Подводя итог всей этой недели, мы можем сказать о том, что не существует тыла на территории временно оккупированной Запорожской области у вражеских войск РФ. С другой стороны, мы видим также их максимальные потери, потому что как минимум два новых военных госпиталя открылись на временно оккупированной части Запорожской области. Один из них открылся в близости населенного пункта Веселое, второй в близости населенного пункта Розовка. Это захваченные школы и детский сад, соответственно, и открываются новые госпиталя по одной простой причине. Некуда девать своих раненых, а тех, кто не выжил на поле сражения, их просто зарывают в братских могилах поблизости Токмака. Поэтому на сегодня есть ряд факторов, которые позволяют нам сказать о том, что вражеская мощь на временно оккупированной части Запорожской области уничтожается с каждым днем все больше. Понятно. Скажите, пожалуйста, Иван, в связи с тем, что происходит сейчас на территории Российской Федерации, и тем, как колонна вагнеровцев двигается в сторону Москвы, мы, кстати, можем нашей аудитории... Коллеги, кстати, давайте покажем, раз об этом речь пошла. Вот самое свежее видео, которое снимают очевидцы. Если видите изображение на экране, коротко посмотрим. Не понятно, что это за регион, но понятно одно. Военная техника, причем с личным составом, как вы видите, едут ЗИЛы, Газели. Ну, в общем, едет все. Вот даже какая-то буханка, УАЗик, видимо, перевозит там или медпомощь, или медперсонал. Дорогу все им уступают, никто сопротивления не оказывает. Вот видим, боевые бронированные машины движутся в сторону Москвы. Скажите, Иван, вот то, что вагнеровцы, я так понимаю, вышли с временно оккупированных территорий и двигаются внутри России, как-то меняет ситуацию на фронте, ну, как раз, возможно, в вашем регионе. Есть ли какие-то сообщения? Или они давно не принимали участие как раз в работе на юге, в Запорожской области? Спасибо за вопрос. Я бы эту ситуацию разделил бы на две сферы влияния, которые сегодня отражаются на территории Запорожской области, на оккупированной части Запорожской области. Первое, это непосредственно ситуация, как она влияет на коллаборантов и тех оккупантов, которые приехали. Конечно же, среди их рядов мы видим панику, и эта паника не только сегодня появилась, а несколько последних дней приведут только несколько факторов. Фактор номер один. С вчерашнего дня враг начинает записывать видеосообщения с ряда населенных пунктов, например, с села Садовое в Пологах, либо с села Урожайное, которое рядом с Волновахой, о том, что данные населенные пункты продолжают находиться под контролем РФ. Но что тут интересное? Ни генеральный штаб Украины, ни официальные лица Украины ни слова не говорили про эти населенные пункты. Из этого какой мы можем сделать вывод? О том, что враги уже четко понимают о том, что из данных населенных пунктов они будут уходить, и поэтому в панике записывают такие видеообращения. Также мы видим о том, что на этой неделе начали массово приходить СМС-сообщения коллаборантам и оккупантам в Геническе. СМС-сообщения следующего содержания о том, что из данного населенного пункта может быть эвакуация, точка сбора такая-то, вам с вашей семьей будет предложена эвакуация. И, конечно же, мы видим нарастающую панику и тем фактором, что военные РФ начали вывозить свои семьи с временно оккупированной части Запорожской области. Что касается реакции непосредственно самих военных, то я бы не хотел это комментировать. Мы должны, с другой стороны, помогать всячески нашим вооруженным силам Украины для того, чтобы они как можно быстрее освободили и наши населенные пункты, и, в первую очередь, наших людей, которые находятся, по большому счету, в плену у врага России. Иван, конечно же, мы не можем не спросить относительно Запорожской атомной электростанции. Что известно вам, что там происходит? Мы знаем, что территория заминирована, что бассейн заминирован, и от оккупантов можно ожидать чего угодно. Есть ли какие-то новости относительно ЗАЭС? Это один из самых опасных объектов, который находится на временно оккупированной части Запорожской области. Как сказал наш президент Владимир Александрович Зеленский, по информации нашей разведки, там действительно готовится теракт, и ровно до тех пор, пока это будет под вражеским контролем, никто не сможет прогарантировать защиту. На сегодняшний день с Энергодара продолжают выезжать люди. С другой стороны, сотрудников станции не выпускают, как и временами не выпускают членов их семей. Но только с возвращением под контроль нашего государства Запорожской атомной электростанции мы сможем гарантировать безопасность не только жителям Украины, но и части европейского континента. С другой стороны, мы видим о том, что и на жителей Энергодара, которые остались во временно оккупированном Энергодаре, как и на других жителей временно оккупированной части Запорожской области, продолжается насилие, над ними продолжается насилие и прессинг их. Мы начали получать от наших жителей информацию о том, что на блокпостах Эрефии, которых стало еще больше во временно оккупированной Запорожской области, при проверке документов и нахождении паспортов Украины их просто начали рвать. Это еще один метод давления на наших жителей для того, чтобы они получали паспорта Эрефии. А с этим совсем интересная ситуация получается. На что стоит обратить внимание? Те жители города Мелитополя, например, которые сейчас идут получать паспорт Эрефии, потому что их вынуждает враг и делает жизнь их просто невыносимой, без паспорта Эрефии, получают его датированным февралем месяцем 2023 года. О чем это говорит? О том, что уже на всех жителей временно оккупированной части Запорожской области паспорта выданы и просто ждут, пока их придут, заберут. То есть желание жителей получить паспорт совсем не обязательно, оно никому не нужно. Эрефия просто насильно раздает всем паспорта своей страны, которые никому не нужны. Да, действия оккупантов непредсказуемы, конечно, в панике. Иван, возможно, завершающий будет к вам вопрос. Как нарушена цепочка снабжения после подрыва мостов в Чангаре через озеро Севаш? Потому что я так понимаю, что Мелитополь как раз и сообщался с Крымом, в первую очередь, через эти мосты. Спасибо вам за вопрос. Также рассмотрел бы этот вопрос через призму двух нюансов. Первое. Это непосредственно логистика. Врах определил наш город как логистический центр юга Украины. И по железной дороге и автомобильным транспортом массово доставлял военные грузы. Всего есть несколько путей сообщения между временно оккупированной Херсонской областью и Крымом. И Чангар это один из них. Сегодня сообщение легкового транспорта через Чангар ограничено, а скорее закрыто, можно сказать. Но какие-то грузы проезжают по тем или иным временным переправам, которые сегодня враг организовал. Но точно логистика нарушена. С другой стороны, постоянно нарушается логистика железнодорожного транспорта за счет работы сил сопротивления и наших спецслужб. Но данный факт, который произошел в Чангаре, меня не может не радовать как жителя города Мелитополя. А в той части, что все коллаборанты надеялись, что даже если, как они говорят, даже если наши вооруженные силы Украины займут Малачанск, Такмак, то они успеют сбежать в Крым и оттуда уже в континентальную Россию. Так вот, ограничение логистики через Чангар, я надеюсь, также будет через Армянск, точно сделает невозможным побег коллаборантов, а не предстанут пред судом нашим украинским. Поэтому ограничение логистики точно приближает нашу победу. То есть, получается, что мы надеемся, что все будет по схеме с Херсоном. То есть, был обстрелян Антоновский мост, что усложнило уход оккупантов, и все начиналось с логистики. И тогда оккупанты куда же будут бежать, если не через Чангар, допустим? Будут пробовать бежать в сторону Мариуполя и так далее? И пантоны. Об этом можете рассказать? Я думаю, что у нашего главного управления разведки есть отличное предложение для всех оккупантов, для всех тех, кто незаконно пришли на нашу землю, и как и для коллаборантов в целом. Данное предложение уникальным является в той части, что оно позволяет сохранить им жизнь. Это сдаваться в плен. И на сегодняшний день, я думаю, что не нужно думать о плане побега, нужно думать о плане безопасной сдачи в плен к нашим силовым службам. Это единственный правильный выбор, который может гарантировать жизнь. Все остальные механизмы выезда с временно оккупированной территории точно не будут носить гарантированного характера. Тем более, что мы видим на сегодняшний день тенденцию о том, что даже через Армянск далеко не всех выпускают. Тем более, коллаборантов массово не выпускают с временно оккупированной части Запорожской и Хершовской области. Конечно, да. В первую очередь, им свои же не дадут уйти. Это вы верно подметили. Спасибо огромное. Иван Федоров, городской глава города Мелитополь, был в эфире канала Freedom. Спасибо.